Всем добрый день! Канал GT-класс Андрей Щетников. Видео, которое я представляю сейчас, оно адресовано не всем нашим подписчикам, а учителям физики и математики. В связи с коронавирусной ситуацией нас спрашивают, как то, что мы делаем, можно использовать в дистанционном обучении. Я сам этим вопросом никогда не занимался, делаю только ролики. И поэтому я попросил рассказать об этих делах Михаила Юрьевича Солодовникова, учителя физики в 93-й школе города Барабинска, с которой мы давно сотрудничаем. В общем, команда Барабинская показывает очень приличные результаты в сибирском и всероссийском турнире юных физиков. А Михаил Юрьевич, помимо прочего, является президентом сибирского турнира. Но сейчас мы говорим об удаленке, и я предоставляю ему слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Солодовников Михаил Юрьевич. Я веду уроки физики в 93-й школе города Барабинска. И сегодня расскажу о том, как я использую в своей работе образовательные возможности платформы ГЕТА-класс. Какие режимы работы существуют, и как оптимизировать свою работу при организации дистанционного обучения. Прежде всего, нужно зарегистрироваться на этой платформе в качестве учителя, а затем пригласить туда учеников, чтобы у них была возможность воспользоваться всеми курсами, которые доступны. Вы будете создавать свои группы и в них приглашать учеников. Для этого нужно знать их электронные адреса. Вот перед вами пример из четырех групп, в которые есть разное количество учащихся. После того, как вы зарегистрировали учеников в системе, им будут доступны как ролики ГЕТА-класс, так и система проверяющих заданий по ним. Из чего же состоит курс? Давайте посмотрим на программу курса, в которую входит очень много, более 300 роликов по физике, посвященных основным разделам. Можно сказать, что кроме раздела квантовая физика и ядерная физика, все остальные разделы школьной программы закрыты роликами ГЕТА-класс. Авторы роликов Андрей Иванович Щетников и Алексей Александрович Колчин понимают, что физика-наука экспериментальная, наука опытная, поэтому ролик длится в течение 3-5 минут, и в нем обязательно присутствует наблюдение явления, качественное объяснение его, что делает урок с использованием данного ролика очень познавательным. Давайте посмотрим, как может ученик изучать тему «Простые механизмы», «Механическая работа и мощность», «Энергия» в четвертой четверти седьмого класса, то есть то, что ожидает наших семиклассников в ближайшие два месяца. Итак, мы видим, что по этой теме снято 18 роликов, каждому из которых сопоставлен конспект занятия и система из трех-шести задач. Мы видим, что по теме, например, «Мощность» ученику будут доступны шесть задач. Давайте посмотрим, как устроен урок по теме «Мощность». В каждом уроке есть стартовая страница, которая состоит из описания темы, актуализирования работы, из видеоролика, который может просмотреть ученик, из конспекта по материалам ролика. Здесь представлены как материалы теоретические, так и фрагменты, фотографии, иллюстрирующие материал. После того, как ученик посмотрит видеоролик, прочтет конспект, он может перейти к тренировке, выполнить задачи по теме. Задачи эти тестовые, они составлены в соответствии с учебником Пёршкина. Ну, давайте мы посмотрим на наше задание. Насос А в два раза быстрее, а насос АБ совершает ту же работу. Мощность насоса А в два раза больше, мощность насоса АБ. Ученик отвечает и видит зеленый цвет, означает, что решил задачу правильно. И здесь присутствуют как качественные задачи, так и расчетные. Таким образом, если посмотреть на описание темы, сейчас мы к ней вернемся, то мы видим, что начиная с понятия механическая работа и до понятия коэффициент полезного действия золотое правило механики у нас имеется 18 тем. 13 из которых непосредственно могут быть рассмотрены на уроках физики в 7 классе. Если мы посмотрим на аналогичные темы, которые предлагаются к изучению в 4 четверти в других классах, так, например, оптика в 8 классе, где речь идет от источников света до даже на углубленном уровне изучения вогнутых или выпуклых зеркал, преломления света, эффектов внутреннего полного отражения. В 10 классе, и если кто-то еще не успел окончить тему электрические явления в 8 классе, есть очень много материала по темам как раз электричества. Обратите внимание на количество роликов, каждому из которых сопутствует конспект и система заданий. Но это задания, которые ученик самопроверяет. А как же учителю проверить задание? Для этого мы вернемся на стартовую страницу, перейдем к группе учеников и создадим задание. Давайте создадим задание по теме мощность для теста ученика. Итак, мы выбираем заголовок названия, выбираем команду создать задание, тема задания мощность, описание задания мы тоже напишем мощность. Мы выберем задачи из учебника Пёрышкина. Обращаю ваше внимание, что можно выбрать задачи из банка задач ФИПИ для подготовки КОГ и ЕГЭ, которые можно использовать и на материале уроков. Мы выберем простые и средние задачи, откроем седьмой класс, выберем тему мощность, мы видим, что по теме мощность представлено четыре задачи, мы можем выбрать их все, установив флажки. мы можем выбрать нужного нам ученика, например, одного, либо раздать всему классу. мы можем назначить время раздачи, установить определенное, либо начать задачу сразу. Выберем время завершения, пусть это будет 2 апреля, ну, например, послеобеденное время. А в собородительном сообщении мы напишем, что ученику предлагается просмотреть материал по теме мощность, ведем ссылку этой темы. Здесь можно написать, до какого времени следует просмотреть материал, и выполнить домашнее задание. В данном случае я просто скопирую ссылку и сохраню задание. После этого на электронную почту ученика придет сообщение, где будет информация, касающаяся названия темы, которые ему предстоит изучить, и то, что мы написали в сопроводительном письме. Таким образом, ученик сможет а, сам посмотреть ролик, б, выполнить сначала тренировочные задания, а затем до определенного времени, которое назначает учитель, выполнить тестовое задание и получить за это отметку. Удобство этой системы в том, что компьютер сам проверяет правильность выполнения заданий. кроме этого, у учителя есть возможность раздачи работы над ошибками по определенным видам заданий, определенным ученикам. Так мы видим, что у нас были ошибки по ряду задач в предыдущие годы, по ряду заданий, прошу прощения, и мы их раздавали. Таким образом, платформа Гетокласс позволяет нам оптимизировать наше время, предоставляя ученику возможность работать на опережение в сопутствующем ему темпе, удобном ему темпе изучения и возможность осуществления автоматизации контроля. Всем желаю здоровья, удачи, пользуйтесь платформой Гетокласс. Это очень хороший ресурс. До свидания. Продолжение следует...